Физкульт привет! На связи Муфтулшоп. Я Сергей и сегодня поговорим о том, какой не стоит брать велотренажер. В этом видео хочу обратить внимание на некоторые нюансы, которые вам помогут потом сэкономить много времени и нервов на ремонте тренажера. Смотрите, какой велотренажер вам не стоит покупать? Существует два типа. Обращайте внимание на крепление педалей. Если вы видите, выбираете велотренажер, вы видите, что у него вот такого плана шатун. Вот такой. То есть он идет зачастую не черного цвета, редко серого, но не хромированный. Хотя бывают модели с хромированным. Но не в этом суть. То есть он, видите, одевается на вал, на палец. Ну, не на палец, на ось он одевается. Вот этот шатун. Ну и педаль, собственно. Вот это говорит о том, что здесь стоят подшипники закрытого типа промподшипник. Вот подшипник стоит вот такого класса. То есть это хороший качественный подшипник, который прослужит долго. Когда вы видите велотренажер, у которого вот этот шатун идет, ну он целиковый, целый, цельная конструкция. Он такой вот изогнутый. То есть с этой стороны он заходит сюда, он так вот дугой. Вот здесь будет сейчас фотография похожих моделей. Мы их вообще сейчас стараемся не возить. То есть он дугой выходит с той стороны. Он обычно хромированный, он не крашеный. Это говорит о том, что там стоят подшипники кассетного типа. Сейчас где-нибудь какую-нибудь картинку найдем. Есть у меня пару картинок этих подшипников. Как раз с проблемными местами, которые бывают в них. То есть в основном какая у них проблема? У них чашки из слабого металла. И со временем даже, ну это не говорит о том, что там какой-то гарантийный срок прошел. Даже до гарантийного срока окончания. Чашки выедаются. Появляются раковины, появляется стук в тренажере. Ну это как вот определить, да? В какой-то момент у вас вот стук такой, глухой стук. Либо какой-то скрежет появляется, именно металлический. Это говорит о том, что уже подшипники у вас вышли из строя. Не подшипники даже, а вся, весь вот этот вот чашки с подшипниками в комплексе вышли из строя. Это лечится в принципе не сложно. Замена и чашек, и подшипников. Это все в комплексе продается набором. Четыре чашки и два подшипника. Это все убивается, выпрессовывается, заменяется. Тем, кто с механикой связан, это сделать не проблема. Основная проблема это в том, чтобы разобрать все это дело. То есть откручивать это все. Нужно разбирать корпус велотренажера. Лезть туда, там все в смазке. Ну то есть для, допустим, девушки, женщины, я не представляю, как они это сделают. В домашних условиях. Мужчина, который с руками знает, как с этим обращаться. Конечно, ему проще. Можно это поменять. Это не проблема. Но если вы не хотите таких вот заморочек с подшипниками. И хотите, чтобы велотренажер вам прослужил долго. Даже после гарантийного срока службы. Берите вот с такими шатунами, с такими подшипниками. Как это определите, только что показал. В принципе, на этом, наверное, все. Дальше, как выбирает велотренажер и все остальное. Это было у меня в предыдущем видео. На этом можно заканчивать. Если вы хотите какой-то велотренажер выбрать на нашем сайте. Ссылочка будет внизу под описанием. Промокод будет тоже здесь, где-то вот. Заходите на сайт. Выбирайте модели. На связи был Сергей. До новых встреч. Пока. Пока.